Как сейчас оцениваете свою форму с учетом того, что получается изначально вы к другой дате готовились? Наверняка подводили к пику, к свой организм, тоже к другой дате. Мне кажется, что дата поменялась. Мне как раз не хватало вот этих 10 дней. У меня были все-таки какие-то боли в суставах, и я чувствовал, что он недовосстановился. Спина как-то болела. И ощущение было, что я устаю быстро. А вот позавчера потренировался, тренировка закончилась, у меня пульс восстановился. Но это очень хороший знак. А есть намерения, может быть, с Джеффом Монсеном еще после провести бой по ММА или, может быть, по Купа Грэпплингу? Однозначно. Как бы бой не закончился, это цель. Главное, потому что в свое время мне не дали это сделать в Америке. Самбо против джиу-джитсу. Хоть мой стиль давно уже не самбо, там, помесь всего. Но сама выиска, она звучит хорошо. Просто в Америке в 96-м году напоили всю команду снотворным. Хоть там и самбистов не было, особо не представлял никто никакой угрозы. Там были таксисты, массажисты, охранники. Но все, чем ребята подрабатывать могли, то есть они толком-то и не занимались. Набрали просто тех, кто мог на ногах стоять. И все равно напоили всех снотворным. Помню, тогда подходит ко мне, ребята, Олег Николаевич, а вот у вас такой опыт, что все время так перед боем спать хочется, а я-то понимаю, что что-то не так. Я говорю, да не, все нормально, сейчас выйдешь, все растрясет, все у тебя будет нормально. Это было, конечно, ужасно. Такие времена были. Мне как-то вы сказали, назвали, точнее, боевых самбистов, недо-самбистами. А с какого, ну с какого года придерживаюсь такого мнения? Я не придерживаюсь такого мнения. Понимаете, вот это вырывание из контекстов, это беда нашей журналистики. Там интересная была, смешная у нас завязка. Я показал Саше Волкову прием в идеальном исполнении, удушающий гильотину. То, как я его делаю. Так, на минуточку, но я на UFC за три бой за ночь удушил всех одним приемом. Наверное, это о чем-то говорит, что этот прием действительно близок к идеальному. И вдруг боевой самбист начинает подправлять это, который с ним был товарищем. Не скажу, кто, конечно. Ну и все, и тут у нас началось такая дружеская перепалка. Я постоянно его, ну я же не могу его там, знаешь, как-то там вызвать на бой, зачмарить. Я начал просто подчмаривать каждый день. Что-нибудь не так игра, вот смотрите, вот они боевые. Не до самбиста, не до боксера, не до никто, говорю. Саня говорит, ты будешь еще с него какие-то приемы, говорю, узнавать, говорю. А то он тебя научит, больше ничего вообще ничего, никогда не выиграешь. Ну то есть у нас вот такие были внутренние шутки. Они продолжались, пока мы вместе тренировались. Саша, конечно, в очень хорошей форме был, когда я его в последний раз видел. После этого он еще лучше форму набрал. Они с Павловичем тренировались в Лас-Вегасе, по-моему, месяц. То есть там здоровые мужики как раз были, конкурентоспособные. Так что надеемся, держим кулаки, что в Австралии он так же деклассирует, как и в предыдущие два боя. Ну, когда я там был. А на данный момент, когда последний раз с Александром общались и насколько удалось там, может быть, ему что-то посоветовать? По интернету, а что ему советуют? Он все знает. Он настолько грамотный парень. У него была одна маленькая какая-то проблема, когда она даже не тренировочная или какая-то, она психологическая такая была. Она просто была вот от рождения. Вот рождаются люди такие. Вот как этот вот мудак родился таким мудаком. Понимаешь, его нельзя, у него природа. Ну, помнишь, про кого я говорю, про вчерашнее. Это как природа. Гадюки, она жалит. Моя природа – это помогать, делиться, отдавать последнее. Это моя природа. Знаешь, я воспитал, допустим, детей. Вот все. Они теперь могут в свободное плавание идти. Не свои детей. Ну, как бы это моя природа. А у людей там природу, допустим, не благодарить за это или там просто жалить. Это никуда не денешься. Есть природа вот говна, которая там пишет. У них природа говно писать. Они по-другому уже не смогут. А есть люди, у которых природа у них что-то дать людям. Затронуть какую-то тему, от чего другие растут. А ты там никуда не денешься. Меня очень радует, что сегодня в этом зале люди в основном с хорошей природой. Вот, пожалуйста, очень хороший человек. И по-разному можно оценить его спортивное качество, но его человеческая природа, она выше среднего. Саитов. Ну, ладно, поснимайте потом. Дацик тоже неплохой, но, понимаете, когда ты вырос на улице среди бандитов. Трудно вывести от этого. А его природа, в принципе, просто нормальный человек. Он так, он правильный парень. Просто немножко любит все это так. Exaggeration. Чуть-чуть все преувеличивать. Если надо, допустим, там, проституток сдать в полицейский участок, так он его, блядь, строим, построил и погнал как фашистов. На параде знаменитом во время войны. Вам нравится, как Вячеслав изменился за последние несколько лет? Ну, мне нравится, как он изменился за последние три года. Я удалил его телефон после нашего с ним общения. Потому что он меня вызвался тогда подвезти со съемок. Я что-то разговариваю, что-то смотрю, он меня снимает. Я говорю, Слав, ты что делаешь? Ну, это там на зону какую-то там, вторую или четвертую там, что-то там парни просили, они там тебя любят. Я говорю, Слав, ну, почему ты меня не спросил? Разрушение, так же не делаешь, сыграть? Ты же наверняка сам не любишь, когда твоя личная жизнь залазил. Я говорю, останови машину. Я вышел там где-то в Питере, было минус 31, и пошел пешком. Он там, о, Олег Николаевич, там, давай резюмемся. Ну, все, но как бы время прошло, надо уметь прощать. Вы, наверное, знаете, что мы сейчас с Камильем Гаджиевым, опять друзья, и спасибо Бату Хайскую. Он, как бы, сделал просто пару движений. Вот, ну, как бы веселый. На самом деле, от его природы не орать, но просто веселить людей, его природа. И, в общем-то, почти со всеми у нас мир, с теми, у кого хорошая природа изначально. Вячеслав, довольно нестандартный боксер. Вам было бы интересно с ним поспринговать, потренироваться? Я не думаю, что я сильно от него многого получу в прямом и переносном смысле, но поржать-то можно, а что же нет-то? Мне кажется, просто бой был бы поинтереснее, чем спарлинг. Потому что было бы что-то среднее между профессиональным рейстлингом. Я уж стал плакать даже от этой мысли просто. Это было бы реально смешно. А говорят, под таких соперников очень сложно готовиться. Вот вы бы как его побеждали? Ну, когда бы я уже начал уставать, делать такую же клаванаду, то я бы победил бы своими злюбленными приемами. Скорее всего, перевел в партер, и там все закончилось. Вячеслав, сейчас вы подходили к Олегу Токтару, спрашивали про возможные совместные тренировки с вами. Вам было интересно, да, я так понимаю? Нет, я у него спросил немножко другое. То, что я ему, как бы, говорю, Тайсона, ну, как бы, по боям без правил, понятное дело, в борьбе его порвешь, как Тузи Грелко. А вот по боксу, как бы, выйдешь с Тайсоном, он говорит, и по боксу легко выйдет, порвет. Он еще сказал, что ему бы было интересно, например, с вами бой провести, ну, либо поспринговать такой дружеский, может быть, небольшой бой. Вам как это, идея? Да, конечно, интересно. Я еще когда-то в детстве покупал кассеты, ну, в прокате по рубль 50 стоили, смотрел его бой против танка Эббета. Вот, а теперь в одном карде выходим на бои. Круто же. Я правильно понимаю, у вас сейчас добрые отношения? Потому что он сказал, что, ну, в общем, в лучшую сторону отношение к вам у него изменилось именно вот последние 3-2 года примерно. Да, Олег, вообще офигенный мужик. Скажите, когда вы в Америке были, вам пробовали по боксу сделать бой вот в то время? Были переговоры, разговоры об этом? Слушай, были страшные вещи мне предложили. Представляете, я актер, у меня все получалось тогда. Было лето какое-то, я не вышел ни один из моих больших фильмов тогда. Я понимаю, что я схожу с ума, мне просто новых ролей нет таких, от мелких я отказываюсь. И это ничего не вышло. И я тогда, в общем, согласился, сделали бой в Нью-Джерси. Может быть, видели, где-то видео ходило. Против большого культуриста. Мне дали тогда этот лайсенс, дали Нью-Джерси Атлетик Комишин. Я провел один бой, я его выиграл. Там, три нокдауна. Вот. И после этого боя мне подходит один из менеджеров. Жень Николаевич, мы вот вам предлагаем такие-то деньги, там, в месяц. Не хотели бы вы принять участие в кемпе, в тренировочном кемпе Халифилда. Я помню, тогда такой, знаешь, такой нервный смех такой прозвучал. Я говорю, не готов я это делать. Два раза мне предлагали за хорошие деньги какие-то вещи. Мне предлагали за 100 тысяч в год и плюс бонус получалось 2 миллиона в год в кемп этих прорестлеров, как раз когда это Джон Джансен там был, Stone Cold, Triple H, Mankind. Я всех их, зная по тому времени, это было золотое время прорестлинга. Но это мне предложили, когда я снимался в Нью-Йорке с Робертом Де Ниро, и у меня больше даже времени мне давали творить на съемочной площадке все, что я хотел. Какой к черту прорестлинг? Такое было, да. Ну, а с боксом, да, сейчас бы я немного по-другому с вами разговаривал. Если бы я, конечно, принял это предложение. Это все-таки, знаешь, не мой вид спорта. Конечно, по борьбе там есть такие микро-нюансы, где чего там подхалявить, где сохранить свое здоровье лишний раз, где там поднажать все это. А здесь тяжеловато. Пока ты свежий, еще можно два раунда поработать. Вот как у меня и было, знаете, с Джеймс Тони. Два раунда вроде ничего, там я его где-то задел, разозлил. И мне в третьем раунде, в четвертом, по два апперкота таких вылетело. То есть именно, что я на ногах еще стою, но я понимаю, что можно уже куда-то улетать. Как-то уже, знаешь, на характере вроде собрался. Четыре раунда я эти довел до конца. И подумал, так, секундочку, мне уже 30, на тот момент было 5, по-моему, нахрена мне оно нужно. Если, там, допустим, когда с Кличко работали, там была задача тренера вязать его и проходить в корпус. А талия у меня тонкая, ноги длинные, то есть там, в принципе, легко было это делать. У меня четыре раунда выполнял, назовусь, задачу. Какие-то еще были задачи, ну, то есть не было задачи конкретно просто боксировать. Хотя пару раз, когда мы как-то в свободном стиле работали, я помню, я бросаю джеб, смотрю, это двухметровая нога уже перешагнула вот мне за спину и готова сверху. Такое ощущение. Все-таки бокс это не мой вид спорта и мне он нравится. Высокофункциональный вид спорта. Как и вольная борьба. То есть это очень тяжело. Физуха здесь должна быть сумасшедшая. Потому что нас же что, нас за куртку схватился. Потому что у нас, говорю, что? У нас за куртку схватился или за кимоно. И там можно провисеть на одной руке весь раунд. Если тебе что-то не нравится. Если ты себя нехорошо чувствуешь. Если у тебя ноги вялые. А в боксе все на ногах. В вольной борьбе там тоже все надо вязать, постоянно работать. Тоже все на ногах. В общем, такие наргавенки виды спорта. Тяжело. Олег Николаевич, вот по-моему в вчерашнем интервью много теплых слов и про Эвандер Холлифилда сказали. А вот 15 лет назад за его боем с Николаем Валуевым с какими чувствами наблюдали и вот к решению как тогда отнеслись? Слушайте, я не помню даже решение. А бой-то я помню. Но там просто Коли мой товарищ. Поэтому надо мне обоих этот бой посмотреть еще раз, чтобы вспомнить. хорошо, что у Николая был шанс постоять с самим Холлифилдом. Хотя тогда он уже был правда не в форме. Его форма по-моему начала заканчиваться после второго боя с Тайсоном. Он тогда материально вырос и потом что-то у него пошло вниз. А так, конечно, было здорово смотреть в начале 90-х. Такой легкий, здоровый, накачанный. Ну, понятно, там не без фарма обошлось, но какая разница? Как-то человеку набрать массу, это и средний вес. Второй средний вес, по-моему, изначально. вы один из немногих людей в российских единоборствах к кому по имени-отчеству обращаются, Олег Николаевич. А можете рассказать, как вас воспитывал Николай Токтаров и что это был за человек? Ну, папа не учил никого называть на по имени-отчеству. Отец особенно в конце у него какая-то проснулась, знаете, он молчит, молчит, раз что-то скажет, потом все такие растраты просто раздевают. Какая-то вот такая Серафима Саровска буддистская какая-то у него появилась прозорливость это было страшно даже. Я помню, знаешь, он увидел однажды мою девушку новую какую-то и говорит, слушай, она злая. Все, вот одно слово. И мне нужно было потом 8 лет чтобы это понять, что в этом слове заключалось вообще все просто, просто все определение. А скажите, а он видел ваш бой с Тенком Эбботом? Да, конечно. Ну, у меня папа плакал от двух вещей. От фильма «Белый солнце в пустыне», когда Вещагин на корабле мочил этих и потом его взорвали. Корабль, правда. И от того, как мы задушил танк и как мы лежим. Вот у него текли просто крокодили слезы от двух этих моментов. Что он вам сказал про этот бой? Да мы как-то не разговаривали, ничего на тему. Честно говоря, все время как-то все время просил за кого-то что-то что-то чего-то там пришел с кем-то есть, что-то кому-то что-то помог. вот так о себе -то маме никогда нет. У меня даже помню была история, я только «Крестного отца» прочитал первый раз. У меня был плащ такой из лимонтии, ну, такой, не знаете, магазин, черный, плащ у меня был. и у меня в Сарове это мои книги есть. Папа попросил, сказал, что там какой-то взял кредит деятель, не сказал, что компания разорилась, а у самого там машина появилась новая модная квартира, трекомна. я тогда, помню, поехал к этому человеку, встречался, здравствуйте, я вот такой-то, такой-то, вы не могли бы отдать долг, который вы взяли у человека? У него двое детей, это были его последние деньги, он вам помог, отдайте, пожалуйста. Он что-то сказал мне внятное. Я помню тогда своим, кто меня звал по имени-отчеству, была там бригада быстрого реагирования, она деньги получала, а работы не было. Я говорю, машину взорвать, квартиру спалить. Проходит месяцев шесть, я в клубе в нашем ночном, так весело было все, я с девушкой что-то разговариваю, познакомились, и вдруг приходит старший из-за команды, там, Олег Николаевич, мы хотим доложить, отчитаться. Спалили, сожгли. Чего сожгли? Чего спалили? то есть, реально забыл уже про это. Такая вот была история из девяностых. У вас из той вот жизни, из того этапа жизни остались сейчас знакомые, может быть, с кем-то на связи? Вы в целом остались и они? Из тех, кто что-то представлял из себя в то время, кто был вокруг меня, никто не остался. Последний, по-моему, недавно умер. Они как-то быстро, быстро потом все. Нет, остался один, вроде, живет тихо. Семь лет отсидел от людьми из-за одиннадцати. Или все одиннадцати, я даже не помню. В общем, как-то у нас тренер по-другому воспитывал. Все, кто в той жизни был, воспитанники моего тренера, они все были в участии бизнесмены, академики даже есть, доктора есть, строители. Чиновников, по-моему, нет. Многие вернулись к тренерской деятельности, несмотря на то, что зарабатывали большие деньги в строительстве. В общем-то, все приличные ребята, банкиры. А вот те, с кем меня жизнь свела в то время, по роду деятельности, приходилось общаться, кто был не из нашей секции, все что-то плохо закончили. Особенно все, кто был в криминальном мире тогда авторитетом. Олег Николаевич, вот, по себе вопрос от меня. Вы любите фильмы прошлого? Да, я люблю героические фильмы прошлого. Это моя самая любимая тематика. То есть, фильмы, которые вы, наверное, никогда не смотрели, они по-разному героические, но, например, фильм «Коммунист», «Азори» здесь тихие, «Underwater Front», американское кино, «Rich over the river», «Quai», «Мост через реку», «Квай», то есть, когда человек имеется, даже фильм Кончаловского, где играл Джон Уайт, мы с ним недавно встречались на фестивале Бевли Хиллс, у меня есть фотографии в Инстаграме можете найти, он, я почему к ним подошел, почему я к нему так трепетно отношусь, не, конечно, не из-за роли в «Сокровище нации», где он играл папу Николса Кеджа, а из-за той роли, где вот «Поезд беглец», где он играл вот эту самую сильную личность с суперидеей. Это непонятная тематика сейчас, вообще никому непонятная тематика, почему, зачем, почему об этом, но вроде сумасшедший человек, он сиделец, вот у него была суперидея, то есть все-таки убить те надзирателя, который над ним издевался, он это добился. И, мне кажется, только Кончаловский мог это снять, потому что он как раз вырос на такие фильмы, как «Судьба человека». Я понимаю, что герои разные, но хребет один. и Кончаловский смог, конечно, снять это в Америке. Я считаю, потрясающий фильм. Вот так как... Так как вы киноактер, интересовал вопрос, а смогли бы сыграть легендарную сцену Джоша Пеши, «Судьба человека». А ты знаешь, что это была импровизация? А импровизация? Олег, сейчас сделаю импровизацию. Послушай, смотри, по боям без правил, Тайсона, ты порвешь легко, как Тузи-грелку. А вот по боксу, сразился бы с Тайсоном? Ну, конечно. Он покурит свою очередную сигаретку и выпускать. А мы на мухоморах его щелкнем, раз-два. Я не пробовал мухомор, но это мой следующий шаг как к саморазвитию. У меня Вова Епифанцев к этому. Офигенная тема. Он знает, что говорит. Я теперь все понял. Я все осознал. Здесь у меня пока нет опыта. Будем расти. О чем, извините, разговаривали? Да, вы сказали, что это импровизация. Да, это была импровизация, на самом деле. Это не было в сценарии. То есть, я смотрел фильм о фильме и это действительно была импровизация. И она так удалась хорошо. Самое интересное, что я знал таких людей. Я смогу даже имена назвать. Они именно роста были с Джо Пеши. Но такой авторитет, такая энергия шла. Я еще тогда подумал, наверное, над Берей такая же энергия шла, как вот от одного последнего, кого я подобного человека видел. Сумасшедшая энергетика. Маленький росточек, но такой энергичный. Убили его, правда, в Москве. Но как-то это остался у меня в памяти. Он был тогда в Атланте. Приехал поддерживать свою олимпийскую команду. тогда люди зарабатывали, тратили деньги, помогали спортсменам, откуда сами появились. Сейчас что-то реже такое встречается. Спасибо. Интересно. Спасибо, Олег. Правильно. Редактор субтитров Корректор А. КОНЕЦ